независимо от взгляда. Пожалуйста. Спасибо. Научно-образовательная колонна представляет интересы не политических сил левых или правых, а профессионального сообщества, преподавателей вузов, ученых и школьных учителей. У нас не осталось никаких способов реализовывать наши требования и быть услышанными, кроме как выходить на улицы. Если федеральный закон об образовании, о котором уже говорили почти все предыдущие выступающие, еще хоть как-то обсуждался и еще, слава богу, не принят, федеральный стандарт образования был принят просто молча за неделю. И это очень большая проблема. Как и существенная часть того, что делается в законодательном поле в России сегодня, этот стандарт является имитацией. Там написано много благих пожеланий, но полностью отсутствует какая-либо ответственность. То есть нынешний вариант федерального государственного стандарта образования это расписка российского государства в снятии себя ответственности за результат этого самого образования. И это все в ту же самую копилку, что и введение подушевого финансирования. Образование разрушается нынешней властью шаг за шагом, педантично, последовательно и основательно. Полтора года назад нам удалось отбить предыдущую версию стандарта. Это была большая общественная кампания, 22 тысячи подписей собрало открытое письмо Волкова. В этот раз на волне как раз общеполитического движения власть решила сделать это незаметно. Власть решила, что раз люди занялись большой политикой, то до образования просто не дойдут руки. И у них почти получилось. Но мы встаем против этого стандарта и против разрушения образования. Я приведу парочку конкретных иллюстраций, чтобы не было ощущения, что только происходят общие лозунги. Сразу уточню, что мы представляем очень много малых групп. Это и профсоюз «Учитель», и группа в защиту Института теоретической экспериментальной физики имени Алиханова, и инициативная группа МГУ, инициативная группа РГГУ, РУДН, и многих других вузов. Фактически, проблемы, которые перед всеми нами стоят, в основном по одиночке, по очереди и по одиночке, тем не менее, они общие. Это проблемы, связанные и с феодализмом, и с дурацкой вертикалью власти. Теперь парочка конкретных примеров, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Что такое феодализм в науке на примере Института теоретической экспериментальной физики? Это громадный институт, основа нашего ядерного комплекса, всегда бывший в подчинении Росатома, внесший фундаментальный вклад в разработку водородной бомбы, и один из десятка действительно международного уровня научных центров России, до сих пор существующих. Но он отдан был на кормление одному из путинских феодалов Ковальчуку. И во что это превратилось? Приходит некомпетентный директор, который не понимает, зачем вообще эта наука нужна, и дальше все начинается дурацкими, бюрократическими, ну, как будто бы дурацкими, а на самом деле последовательными решениями разрушаться. Вдруг начинается пожар на ускорителе, который является ядерно опасным объектом, и служба безопасности больше часа не пускает пожарных. Это происходит в Москве. И сдает директор указ не покупать архтехнику в течение года, научно-исследовательского института, вы можете себе представить хоть в одной стране мира такое. И все это происходит молча, потому что федеральные телеканалы не хотят интересоваться образованием и наукой в силу той самой цензуры, которая существует в стране. Что такое оптимизация образования в Москве? Это когда сейчас, сегодня, в московском районе Монженинова закрывают школу. Это деревенский район, до соседнего района Москвы, и школьникам придется ехать два часа по Ленинградке на автобусе. Но это называется оптимизация образования. То же самое, серия рейдерских захватов вузов происходит крупными феодалами, которые подружились с гражданами Лондона и Куршевеля, которые правят сегодня страной, и они захватывают вузы поменьше. Так что наши требования, они общие. Они одинаковые. Мы против рейдерских захватов под видом слияния. Мы против уничтожения бесплатного и доступного образования под видом оптимизации, под видом прочих имитационных лозунгов. Образование и наука — это будущее нашей страны, и поэтому сохранение образования и науки — это, на мой взгляд, самый важный лозунг вообще общегражданского движения, который и определит, что будет с нашей страной через 10 лет или через 20 лет. Та ситуация сегодня, когда любой директор школы может быть уволен одной подписью, означает, что директор полностью подчиняется бюрократии и не несет никакой ответственности ни перед педагогическим коллективом, ни перед родителями школьников. Это означает, что если директор, например, фальсифицирует выборы, что бывало часто, много где в России, то он сохранит свою должность, и в школе сделают ремонт, и все будет хорошо. А если директор, например, не хочет фальсифицировать выборы, а наоборот хочет, чтобы в школе было много факультативов и детей хорошо учили, то его выгонят и поставят того, кто будет более послушным. Та же самая история и с вузами, и с научно-исследовательскими институтами. Именно поэтому мы решили сформировать отдельную научно-образовательную колонну, и мы уверены, что нас полностью поддержат и левые, и правые, и центристы, потому что на самом деле интересы науки, интересы образования, это интересы всех тех людей, кто планирует жить в России. Это интересы тех людей, кто планирует, что наши дети будут жить в России. Да, гражданам Лондона и Куршевеля, у которых все деньги из швейцарских банков, и на офшорах, на Каймановых островах, у которых дети учатся в западных вузах, их не интересует, что будет с нашей страной. Для них мы сырьевой предатор, из которого надо выкачивать. Деньги, а образование и науку нужно уничтожать, чтобы не было образованных людей, чтобы не было гражданских, сознательных, ответственных людей, которые могли бы этому феодализму противостоять. Поэтому вопрос принципиальный, вопрос фундаментальный, и я уверен, что и левые, и правые, все, кому интересно будущее нашей страны, поддерживают именно нас. Спасибо. Спасибо. Слово имел Григорий Калюнский.